Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня выпекаем пирожки Пасхальная горка. Пышная выпечка с курагой. Пирожки на один укус. Выпечка нежная как пух. Всем рекомендую приготовить. Для дрожжевого теста нам нужны будут следующие продукты. 8 граммов сухих дрожжей или 25 граммов свежих. 2 яйца. 2 столовые ложки сахара. 250 миллилитров теплого молока. 70 граммов мягкого сливочного масла. Щепотка соли. 1 пакетик ванилина весом 2 грамма. Сначала приготовим опару. В миску выливаем теплое молоко, не горячее. Добавляем столовую ложку сахара от общего количества. Добавляем сухие дрожжи. И добавляем 3 столовые ложки муки, также от общего количества. Опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки. Тем самым мы проверим качество наших дрожжей. Если будете использовать свежие дрожжи, делайте все так же. Не забывайте, соотношение сухих к живым дрожжам 1 к 3. Для начинки на пирожки нам нужны будут следующие продукты. 50 граммов сливочного масла, 50 граммов муки, 100 граммов сахара, 200 миллилитров воды, 50 граммов грецких орехов и 100 граммов кураги. Курагу я уже залила кипятком и высушила с помощью бумажных полотенец. На раскаленную сковороду выкладываем масло, высыпаем муку и хорошенько вот так все перемешиваем. Дальше выливаем муку и высыпаем сахар. И быстренько вот так перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков муки. Сейчас мы вот так хорошо пораздавливаем муку. Постоянно помешиваем, постоянно. И добавляем грецкие орехи. Я измельчила в кухонном комбайне мелкую крошку. Хорошо перемешиваем. И еще в конце добавляем курагу. Курагу нарезали кубиком. Провариваем до загустения. И начинку нужно полностью остудить до комнатной температуры. Пока у нас будет подниматься тесто, я думаю, за это время начинка у нас полностью остынет. Вот видите, какая она густая, очень вкусная. Пирожочки будут просто высший класс. Выключаем огонь. Начинка готова. А тут и опара готова. Добавляем соль к опаре, ванилин, сахар, яйца. Размешиваем. Теперь добавляем частями муку. Муку советую заранее просеять. Я так делаю. Можно просеивать во время приготовления. Вымешиваем тесто ложкой. Теперь вымешиваем тесто вручную. Добавляем еще муку. Муку я использую высший сорт. Самую обычную. Хорошенько вымешиваем тесто. Теперь постепенно добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем дальше. Не спешим. Нам нужно полностью вмешать все сливочное масло. Еще берем и снова вымешиваем. Миску смазали растительным маслом. Тесто у нас готово. Смотрите, вот такое оно. Эластичное, скажем. Обязательно смазывайте растительным маслом. Руки, когда вымешиваете уже. Вот так. Хорошее тесто. Для замеса вам понадобится полкилограмма муки. Накрываем полотенцем. И оставляем в тепле на один час. Вы только посмотрите, как красиво поднялось дрожжевое тесто. Чуть не убежала хозяйкой. Вот, какое замечательное. Обожаю работать с дрожжевым тестом. Теперь у нас осталась мука. Немножко припыляем ею стул. То есть полкилограмма муки. Напоминаю, вам понадобится на замес. Остальные 50 граммов на подпыл. Чуть-чуть вымешиваем. Тесто очень послушное, мягкое. Пирожочки у нас будут очень маленькими. Из этих пирожочков мы будем выкладывать пасхальную горку. Очень интересно будет. Так. Часть теста откладываем в сторонку. Снова немножко посыпем стол мукой. И раскатываем скалкой. Тесто раскатываем толщиной в 3 миллиметра. Теперь берем кружку. Или чашку. Или вырубку для печенья. У меня в диаметре 8 сантиметров. И выдавливаем круги. Остатки теста убираем. Теперь берем нашу начинку, которую мы готовили. И выкладываем по чайной ложке. Начинка бесподобно вкусная. Если вы не готовили, обязательно приготовьте. По вкусу напоминает нугу. Готовиться не сложно. С доступных продуктов. Поэтому удивите своих родных. Необычной начинкой. Очень вкусной. И вообще подача пирожков прекрасная. Праздничная. Ну а формируем пирожочки очень просто. Больше похоже на вареники, если честно. Небольшие пирожочки. Склеили. Тесто очень послушное. Теперь смотрите вот так. Миниатюрненькие. Симпатюльки. С этой порцией получается 36 пирожочков. Оставляем их на расстойку на 15 минут. После расстойки пирожки ничем не смазываем. Ставим в разогретую духовку на 180 градусов. Режим выпекания вверх-вниз. Пирожки ставим на среднюю полку. Мини пирожочки выпекали с духовки 20 минут. Сейчас покажу вам эти мини пирожочки в разломе. Смотрите. Пышные, нежные, очень красивые. Выбираю самые красивые, мягкие пирожочки. Разламываю. И вы только посмотрите. Нежные, как пух. Начинка очень вкусная. Подача будет тоже супер. Теперь приготовим заливку. Нам понадобится 300 граммов сметаны. У меня жирность 15%. 80 граммов сахара. И один пакетик ванильного сахара. Высыпаем ванильный сахар. Обычный сахар. И начинаем взбивать. Сначала на маленьких оборотах. Уменьше. Взбиваем сметану до полного растворения сахара. Сахар растворился. Наша заливка готова. Ну а дальше дело техники. Выкладываем красиво пирожочки. И поливаем заливкой. Потом другой слой. И также поливаем заливкой. Очень вкусное блюдо. Красивый праздничный десерт. Поэтому всем рекомендую приготовить. Раз приготовите. И это будет уже для вас традицией. Так как ваши родные будут просить эту выпечку. Теперь выкладываем второй слой. Берем пирожочки. И выкладываем по кругу. Заливка будет склеивать между собой. И снова идет сметанная заливка. Пирожочки на один укус. Залили нашу пасхальную горку сметанной заливкой. И теперь украшаем посыпочкой. Всем приятного аппетита. Желаю всем удачной выпечки. И хорошего праздничного настроения. Выпекайте вместе со мной. Вы посмотрите какая красота. С вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok